Гитары звучат, играют, на сердце так звонко мне. Гитары звучат, играют, на сердце так звонко мне. Перед жюри на этот раз стояла непростая задача. 29 бардов с очень разным творческим подходом вышли на фестивальную сцену, чтобы доказать, что они лучшие. Квинтет Юлии Гореловой из поселка Восходящий исполнил почти академическую музыку. Примерно такие средневековые серенады рыцари пели под окнами любимых. Немного фольклора из старины. Юсубжан Хакимов вдохновился путешествием на поднебесные зубья в Кузнецком Алатау, песнями Висбера. Так и стал бардом. Сегодня он приехал из Новокузнецка, чтобы исполнить юмористическую песню. И, что самое интересное, сварганить в буквальном смысле этого слова на народном музыкальном инструменте что-нибудь эдакое. Совсем недавно я вернулся с Тувы, с поездки на Хамар-Дабан, 3000 километров 800. Я свел такой инструмент, как камуз. Когда первый раз мне его подарили, я решил выделить выходной день. К вечеру у меня были губы вот такие, язык не поворачивался, потому что об острые края камузы я зарезал. Но не владел, сейчас я владею техникой. Мокрые штормовки, мокрые кроссовки, даже если честно, мокрые трусы. Место встречи изменить нельзя, но время поддается корректировке. Конкурсная программа перенесена на полдень. Барды практически без отрыва от домашнего хозяйства и личных подворий успеют и в фестивале поучаствовать, и к ночи домой вернуться. Мы несколько отступили от традиции и решили собраться сегодня днем. С чем это связано? Это связано с некоторыми моментами. Во-первых, фестиваль бардовской песни стал проходить не только у нас. Мы были одними из первых, которые проводили. К нам приезжало много гостей. Сегодня мы сами очень часто ездим в гости. Мы с нашими самодеятельными артистами представляем свои самодеятельные номера. На фестивальной поляне самые преданные зрители и те участники, кому время на сцену выходить подошло. А самые бардовские песни и самые яркие костры в палаточных городках. Наиболее щедрой делегацией официально признана Краснинская за их бесподобную шурпу на костре. А самая лучшая визитка у подгорновцев. Самой дружной и активной делегацией бесспорно признана Демьяновская. Настолько все здорово и весело. Конечно, жалко, что не на всю ночь, как обычно. Но на самом деле все здорово и весело. Ребята собрались, все старые, которых мы уже давно все видели, все знаем. И мы рады, что приехали сюда. Гран-при фестиваля взял на этот раз ленинск-кузнечанин Эдуард Воробьев. Ему вручили акустическую гитару. Еще две гитары в качестве поощрительных призов Артему Илюхину из Полосаева и хозяевам фестиваля Драчунинскому сельскому поселению. В 20 номинациях с дипломами участников и сувенирами награждено 27 ансамблей и исполнителей. Лучшим бард-композитором признан Евгений Еландаев из Красного. Ну и когда подведены были итоги, костры продолжали жарко гореть. Самые душевные песни под гитарой исполнялись в своем узком кругу односельчан. Большинство участников торжественно обещали приехать на фестивальную поляну села Драчунино и в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин